Всем привет! Сегодня мы посмотрим на новинку от компании DJI, модель Mavic Mini. И это компактный квадрокоптер, который весит всего-навсего 249 грамм. И с этим квадрокоптером компания DJI заходит в средний ценовой сегмент 400-500 долларов, где представлены такие модели как Hubsan Zino и Fimi X8. Обзоры на них вы уже могли видеть на моем канале, а сегодня давайте разберемся, насколько же хорош Mavic Mini. И давайте смотреть, что же у нас в коробке. Да, кстати, квадрокоптер приобретался у официального дилера DJI Kyiv. Если я не ошибаюсь, это первый-единственный официальный дилер у нас в стране. Они первыми получили эти квадрокоптеры и запустили их в продажу. Именно в официальных дилерах я советую вам покупать квадрокоптеры DJI, потому что вы получаете годовую гарантию на их квадрокоптеры, а также у вас есть возможность приобрести оригинальные аксессуары и даже страховку на них. Кстати, очень классная штука-страховка. Это официальная страховка от компании DJI, приобретая которую за символическую сумму, по крайней мере для этой модели, вы страхуете квадрокоптер от своих ошибок. То есть за определенную сумму вы дважды в год можете заменить квадрокоптер, который пострадал в результате ваших ошибок. Так что приобретая квадрокоптеры DJI у официального дилера, вы получаете много преимуществ, к которым, кстати, относится и цена. В официальном магазине сейчас этот квадрокоптер стоит дешевле даже чем на Алиэкспресс, где вы не получаете, конечно же, никакой гарантии. Также с 15 по 24 ноября будет проходить DJI Mavic Mini Fan Week. В этот период вы можете прийти в один из магазинов DJI, пощупать этот квадрокоптер, полетать на нем, поучаствовать в конкурсе и даже выиграть его. Так что ссылка на магазин и другие ссылки для сравнения цен будут, как всегда, в описании под видео. А мы переходим к комплектации квадрокоптера. Вот сам квадрокоптер, как видите, он крошечных размеров. Как я уже говорил, весит он 249 грамм. В сложенном состоянии размеры квадрокоптера 140, 82 и 57 миллиметров. В разложенном состоянии квадрокоптер уже достаточно габаритный. Расстояние между моторами по диагонали составляет 213 миллиметров. И в разложенном состоянии его размер увеличивается до 160, 202 и 55 миллиметров соответственно. Сбоку мы видим гордую надпись. Ультралегкий, 249 грамм. Я думаю, что любой путешественник это оценит. В сложенном состоянии квадрокоптер поместится в любом кармане и даже шорт. Как мы видим, по своей форме квадрокоптер достаточно сильно напоминает Mavic Pro. Квадрокоптер изготовлен из достаточно качественных материалов. Здесь у нас матовый серый пластик. Лучи у нас достаточно гибкие, чтобы не ломаться во время падений. Тоже касается и лопастей. Лопасти закреплены непосредственно на моторах и они тоже достаточно гибкие. Поломать их будет достаточно сложно. По крайней мере, если не летать в сильные морозы. Что касается температуры использования, то производитель рекомендует летать при температурах от 0 до 40 градусов по Цельсию. Здесь используется, конечно же, бесколлекторная силовая установка. Вот у нас небольшие бесколлекторные моторчики, которые по за и линию производителя должны разгонять квадрокоптер до 48 км в час. Под крышкой у нас скрывается трехосевой подвес. Подвес крепится на резиновых демпферах, что, несомненно, помогает отлично стабилизировать картинку. Здесь применяется CMOS матрица размера 1х2,3 дюйма. Производитель, к сожалению, не указан, но, скорее всего, это Sony. И разрешение его составляет 12 мегапикселей. За обработку изображения у нас отвечает процессор Amborello. Угол обзора здесь 83 градуса. Апертура 2,8. Дистанция фокусировки от 1 метра до бесконечности. Фотографии у нас записываются в формате JPEG. Если соотношение сторон 4 к 3, то мы получаем фотографии с разрешением 4000 на 3000 пикселей. А если соотношение сторон 16 к 9, то мы получаем фотографии в разрешении 4000 на 2250 пикселей. Здесь доступна как одиночная, так и интервальная фотосъемка. Видеокамера пишет в формате MP4. И разрешение у нас доступно Full HD, а также максимальное разрешение 2.7K с частотой 25 и 30 кадров в секунду. Максимальный битрейт 40 мегабит в секунду. Аккумулятор у нас теперь находится сзади квадрокоптера. Здесь у нас литий-ионный аккумулятор. Здесь применяются две банки 18650, емкость которых составляет 2400 мАч. И по заявлению производителя их должно хватать на 30 минут полета. Значение фантастическое, как для такого размера квадрокоптеров, но тестовый полет все расставит на свои места. Зарядка аккумулятора у нас идет через microUSB разъем. Вот здесь он. Также возле него находится microSD разъем для установки карт памяти. Рекомендуемые карты памяти вы видите сейчас у себя на экранах. Дальше в коробке мы находим пульт дистанционного управления. Здесь никаких экранов нет. Есть только четыре индикатора, которые показывают нам уровень заряда аккумулятора и индикацию подключения к квадрокоптеру. Две антенны. Удобный держатель для вашего смартфона. Здесь у нас прячутся ручки. На ощупь стики достаточно упругие, приятные. И максимальная ширина смартфона, который может поместиться в этот пульт, составляет 160 мм. По своему функционалу пульт очень простой. Справа мы видим кнопку включения-выключения. Слева кнопку возврата квадрокоптера на домашнюю точку. Слева сверху видим кнопку видеозаписи. Еще ниже у нас находится колесо для управления наклоном подвеса. И справа сверху мы видим кнопку для фотографии. Никаких дополнительных кнопок сзади пульта нет. Доступны несколько видов пультов, которые отличаются в зависимости от региональных стандартов для радиоустройств. В моем случае это европейский стандарт CE. И пульт у нас модели MR1SD25. Он работает в двух диапазонах, 2,4 и 5,8. Но для Америки и еще нескольких стран Азии квадрокоптер будет поставляться с пультом модели MR1SS5. Который будет работать только на частоте 5,8. И отличие по мощности на частоте 5,8 будет почти в 40 раз. Европейский пульт у нас будет выдавать 25 мВт, а американский – 1000. Но даже с европейским пультом производитель нам обещает дистанцию от 500 до 2000 метров. Но реальную дистанцию, конечно же, покажет тестовый полет. Дальше в коробке мы находим microUSB кабель для зарядки аккумулятора квадрокоптера. Кабели для подсоединения квадрокоптера к вашему смартфону. У нас есть Type-C кабель, microUSB и Lightning. Дальше мы находим еще одну коробочку. Здесь мы находим запасные лопасти, 4 штуки, и крепеж для их замены. Также у нас есть запасные ручки для пульта. Здесь у нас предупреждение инструкции. И здесь у нас маленькая небольшая симпатичная тверточка для замены лопастей. Квадрокоптер достаточно безопасный. Здесь есть GPS и GLONASS. И квадрокоптер самостоятельно вернется на домашнюю точку, когда он потеряет связь с пультом или когда разрядится его аккумулятор. Также снизу квадрокоптера мы можем обнаружить еще несколько датчиков. Здесь один оптический и два инфракрасных датчика, которые значительно упрощают позиционирование квадрокоптера при недостаточном GPS сигнале, например в помещении. И сзади квадрокоптера мы также видим информативный светодиод. А сейчас давайте включим квадрокоптер, посмотрим что нам нужно сделать перед первым полетом и посмотрим на функционал приложения. Включается квадрокоптер, как и почти вся продукция DJI, одним коротким и одним долгим нажатием. Пульт также. Подключаем кабель к пульту. Разъем здесь у нас односторонний. Так вот подключить кабель вам будет очень тяжело. А если вам это удастся, то нужно будет ремонтировать разъем. Так что так подключать не нужно. Подключаемся правильно. Теперь подключаем смартфон. Для подключения квадрокоптера к пульту нам понадобится программа DJI Fly. Когда она уже установлена, то запускается автоматически при подключении смартфона к пульту. Во время первого запуска она вас попросит авторизацию. Нужно будет ввести данные вашего DJI аккаунта. Если его нет, то регистрируемся. Нажимаем кнопку Go Fly. И мы сразу же видим уже картинку с камеры. Интерфейс программы максимально простой и не такой перегруженный, как DJI GO. Здесь нет таких функций, как полета по точкам и ActiveTrack. И весь функционал сведен к необходимому минимуму. Сверху слева мы видим переключатель режима полета. Mode P. Это обычный GPS режим. Дальше у нас есть спорт режим. В этом режиме у нас максимальная скорость и максимальные наклоны квадрокоптера. И у нас есть еще режим для записи плавного видео. В этом режиме квадрокоптер максимально медленный. Минимальные его наклоны. И в этом режиме увеличивается тормозной путь квадрокоптера. Так что нужно быть осторожным. Дальше у нас идет информационная строка, которая сообщает нам можно или нельзя лететь. В данном случае квадрокоптер находится в запрещенной зоне. И взлет запрещен. Дальше у нас идет качество GPS сигнала, качество Wi-Fi передачи. Здесь у нас заряд аккумулятора и чуть дальше будет отображаться время полета. Здесь у нас кнопка для автоматического взлета и посадки квадрокоптера. Снизу справа мы видим карту. Здесь мы можем найти наш квадрокоптер, установить домашнюю точку. Полета по точкам в этой модели, как я уже говорил, нет. Дальше мы видим информацию о вертикальной и горизонтальной скорости, высоту полета и дистанцию от домашней точки. Здесь у нас сейчас отображается поиск GPS сигнала. Чуть дальше мы видим значение экспозиции. Можем ее зафиксировать и изменить режим. И когда мы в режиме фото, то можем перейти с автоматического в мануальный режим и настроить ISO в затвор и диафрагму. В режиме видео такой возможности нет. Переключение между различными режимами съемки происходит с помощью вот этой вот кнопочки. Мы здесь выбираем фото, видео или квикшот. В режиме квикшот мы можем выбрать несколько сценариев. Это может быть Rocket, Drone, Circle или Helix. То есть мы выбираем нужный нам режим, выбираем объект, который нас интересует. И квадрокоптер, например, в режиме Circle делает облет вокруг него. В режиме Helix это происходит по спирали. В режиме Rocket квадрокоптер просто поднимается вверх. И в режиме Drone отлетает от вас и поднимается вверх по диагонали. Дальше в режиме фото мы можем выбрать, будет ли это одиночный снимок или интервальная фотосъемка. Можем задать 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 или 60 секунд. В режиме видео мы можем изменить разрешение, 2, 7K или Full HD, а также выбрать количество кадров. Для 2, 7K у нас доступно 25 или 30 кадров в секунду. И для Full HD 25, 30, 50 или 60 кадров в секунду. Режим квикшот активируется, когда у нас хороший GPS сигнал и квадрокоптер находится в воздухе. Здесь у нас находится кнопка спуска затвора и чуть ниже кнопка галереи, где мы можем посмотреть отснятый фото-видеоматериал. Если мы нажимаем на батарейку, то мы видим информацию о аккумуляторе, текущую температуру и время полета. И сверху справа у нас есть настройки. Здесь у нас настройки безопасности. Можем выставить максимальную высоту, максимальную дистанцию полета. Минимальная высота может быть 15 метров, максимальная 500. Минимальная дистанция полета у нас может быть 20 метров и максимальная не ограничена. Также можем задать высоту возврата домой, минимум 15 метров, а максимум 153. Здесь же мы можем обновить домашнюю точку, откалибровать компас, EMU, посмотреть информацию о пульте. Здесь мы можем обозвать пульт и ввести краткую информацию о вас или квадрокоптере, чтобы службам, которые наблюдают за вами, было легко вас распознать. Также здесь мы можем найти квадрокоптер и зайти в расширенные настройки. Нужно перевести две ручки вниз и внутрь или вниз и наружу. И есть у нас режим Payload. В этом режиме силовая установка квадрокоптера работает на максимуме своих возможностей. И этот режим сделан для того, чтобы можно было нагружать квадрокоптер полезным весом. Например, экшн-камерами весом до 150 грамм. И в этом режиме у нас ограничена высота 120 метрами и дистанция 100 метрами. Дальше у нас пункт меню Control. Здесь можем выбрать режим полета, единицы измерения, можем настроить подвес. В расширенных настройках мы можем изменить скорость наклона камеры, плавность наклона камеры и можем включить поднятие камеры вверх. Когда эта функция не активна, то поднять камеру вверх я не могу. Активируем функцию. И камера поднимается вверх еще на градусов 15-20. Дальше мы можем выбрать режим подвеса. У нас есть Follow Mode и FPV Mode. В режиме Follow подвес будет держать горизонт, а в режиме FPV будет наклоняться влево-вправо, следуя за наклонами квадрокоптера. То есть уже горизонт держать он не будет. Дальше при необходимости можем откалибровать подвес. Это может быть автоматическая калибровка или ручная, если вам нужно что-то точно подстроить. Дальше у нас идет кнопка Re-Center Gimbal, то есть мы можем его опускать в максимально нижнее положение и в максимально верхнее. Дальше у нас идут настройки контроллера. Здесь мы можем выбрать режим стиков, Mode 1, Mode 2, Mode 3 или настроить вручную. Можем откалибровать пульт и посмотреть инструкции. Дальше у нас идут настройки камеры. Здесь мы можем выбрать соотношение сторон, посмотреть информацию о нашей microSD карточке, отформатировать ее. И есть расширенные настройки, где мы можем включить гистограмму, предупреждение о переэкспозиции. Здесь у нас Grid Lines, то есть разметка на экране для лучшего позиционирования кадра. Дальше у нас есть возможность устранения мерцания на экране. У нас есть авторежим, можем поставить 50 или 60 Гц. Можем включить или выключить видео субтитры, включить или выключить видео кэш и настроить максимальный объем кэша. Дальше у нас идут настройки радиопередачи. Здесь мы видим активную частоту радиопередачи, а также видим каналы. Мы можем оставить автоматический поиск канала или выбрать вручную. И нужно ориентироваться на самый короткий зеленый столбик. И последний пункт в меню – это информация о квадрокоптере и его прошивках. Отсюда мы можем проверить обновление и обновить квадрокоптер при необходимости. И это и есть весь функционал приложения. Как вы видели, все очень просто, и даже новичок сможет с легкостью разобраться в нем. А сейчас полностью заряжаем аккумулятор и отправляемся на тестовый полет. Итак, перед включением нам стоит снять защиту с подвеса, потому что если этого мы не сделаем, он может повредиться. Также нам нужно откалибровать компас. Заходим в настройки и делаем это. Следуя инструкциям из программы, мы калибруем компас. Видим, что калибровка успешна и взлет разрешен. Также нам нужно проверить, сохранилась ли домашняя точка. Да, домашняя точка сохранена. Но для полной уверенности стоит проверить безопасность квадрокоптера перед его тестом на максимальную дальность. Проверяем функцию подзлета. Квадрокоптер запустил мотор и поднялся на высоту дитометра. Активируем возврат домой. Квадрокоптер набирает заданную в программе высоту. В данном случае 15 метров. И на этой высоте хочется верить, что он вернется домой. Так, квадрокоптер подлетел к домашней точке. Здесь все хорошо. Теперь давайте проверим, что будет делать квадрокоптер, когда он потеряет с рискультом. Отменили функцию возврата. Отлетаем немножко дальше. Выключаем пульт. И смотрим, что будет происходить. Итак, прошло 5-7 секунд. Квадрокоптер понял, что связи с пультом нет. И запустил процедуру возврата домой. Отлично, это то, что нам и нужно. Сейчас дует довольно-таки сильный ветер. Но квадрокоптер отлично с ним справляется. И вот квадрокоптер при потере связи самостоятельно вернулся на домашнюю точку. Так что теперь давайте протестируем максимальную дальность квадрокоптера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, было предпринято несколько попыток замерить дальность полета. Но отлететь квадрокоптеру на дистанцию больше чем 700 метров и подняться на высоту выше чем 250 метров квадрокоптеру довольно-таки тяжело. С этого места Хабсан Зина улетает на километр, а Фиме X8 на 6. Теперь давайте посмотрим, как здесь работают режимы QuickShot. Давайте попробуем режим дроне. Здесь мы выбираем дистанцию, на которую отлетит квадрокоптер. Выделяем объект интереса и нажимаем кнопку Start. Квадрокоптер автоматически запускает запись видео и начинает отлетать медленно назад. Одновременно поднимается вверх. И вот квадрокоптер отлетел на 30 метров и вернулся на исходную точку. Пробуем следующий режим. На этот раз это будет Rocket. Выбираем высоту, на которую поднимется квадрокоптер. Пускай это будет 25 метров. Выделяем нужный объект и нажимаем кнопку Start. В этом режиме квадрокоптер просто поднимается вверх. При этом камера следит за объектом интереса. А этот режим тоже четко работает. Идем дальше. У нас есть режим облета точки интереса. Выбираем точку интереса. Задаем необходимую высоту, дистанцию от точки интереса. И выбираем направление, в котором будет лететь квадрокоптер. Нажимаем кнопку Start. У нас также автоматически сейчас запустится видеозапись. И квадрокоптер начнет облет. Вот квадрокоптер сделал один полный круг и остановился. Идем дальше. Дальше у нас режим Felix. В этом режиме квадрокоптер будет лететь по спирали. Задаем максимальный радиус. Максимум у нас 40 метров. Минимум 10. Пускай будет 15. Выделяем объект. Нажимаем кнопку Start. Квадрокоптер начинает движение достаточно медленно, но потом ускоряется. Нужно сохранять деятельность и быть готовым мешаться в управлении. Вот и все, квадрокоптер облетел по спирали. Смотрим, как квадрокоптер снимает в темное время суток. Мне кажется, что картинка здесь лучше, чем у Хабсана Зино и даже Фиме Х8. А теперь давайте проверим режимы полета. И сначала пробуем режим спорт. В этом режиме у нас должна быть максимальная скорость. И давайте посмотрим, какая она будет. Ну что, максимальная скорость у нас получилась 12,5 метров в секунду. Теперь переходим в режим для супер плавной съемки видео. В этом режиме у нас ограничена максимальная скорость. Также есть ограничения по наклону квадрокоптера. И в этом режиме увеличивается тормозной путь. Так что нужно быть максимально осторожным. Но картинка получается очень плавной. Также квадрокоптер получился достаточно тихим. Давайте посмотрим, а какой дистанции его уже совсем не будет слышно. Вот сейчас у нас дистанция полета 40 метров, высота 15 метров и квадрокоптера совсем не слышно. В компании DJI удалось сделать отличный квадрокоптер, который как нельзя лучше подходит для путешествий. Благодаря компактному размеру и весу всего 249 грамм, его легко можно транспортировать. Плюс еще во многих странах квадрокоптеры, вес которых свыше 250 грамм, подлежат регистрации. Так что с этим квадрокоптером можно обходить определенные запреты. Заявленный функционал работает отлично. Дистанция полета получилась в районе 700 метров, высота 250. Заявленное время в 30 минут не подтвердилось, но на 25 минут полета можно смело рассчитывать. Отличный результат как для такого маленького квадрокоптера. Все-таки использовать новый тип аккумулятора было очень правильным решением. В этом квадрокоптере вы не найдете таких функций, как полет по точкам и режим следования. Так что если этот функционал вам необходим, то эта модель вам не подойдет. Основными преимуществами этой модели будут компактность и качество камеры. Камера здесь действительно неплохая, делает отличные фото и видео, плюс превосходная стабилизация. 2.7K камера здесь лучше, чем 4K камеры конкурентов, таких как Habsan и Fimi. Так что если компактность и качество записи видео для вас в приоритете, то Mavic Mini это то, что вам нужно. А на сегодня все. Все необходимые ссылки будут в описании под видео. Там же вы найдете оригинальные фото и видео файлы с камеры квадрокоптера. Спасибо всем большое за внимание и до встречи в следующих обзорах.